Корни орхидеи начнут расти отовсюду после такого опрыскивания. Самое главное не забрасывать процедуру полива после первых результатов, потому что и листики начнут активнее расти, и корни не перестанут просыпаться. Посмотрите, показываю орхидею с пожелтением листьев. Это орхидея из уценки. Она была практически полностью лишена корневой системы. Корни были или сухие, или гнилые. Вот видно, что внутри горшка практически не осталось корней. Я стала опрыскивать по листу препаратами перекисью водорода с йодом, лимонной кислотой, а также добавляла борную кислоту. И посмотрите, результаты меня еще больше порадовали. Если у орхидеи нет корней, чаще всего это будет отражаться на состоянии туркара. В моем случае это не так. Кстати, борная кислота, также перекись водорода и лимонная кислота вместе с йодом. Они отлично работают как вместе в одном общем растворе, так и порознь. И рецепты со всеми пропорциями ставлю внизу в комментариях под этим видео. Подходит как для лечения больных орхидей и для стимуляции цветения здоровых. Вы только посмотрите, как мне удалось с помощью такого простого полива разбудить корни. Активные корни новые, плюс старые. Посмотрите, какое пустил ответвление. Поэтому, если на ваших орхидеях мало корней, или орхидея полностью без корней, и вы занимаетесь реанимацией, то этот рецепт создан для вас. Попробуйте чаще всего именно опрыскивать орхидею. Ведь если у орхидеи не осталось корней, или они не лучшего качества, они попросту могут не справляться с усваиваемостью. А значит, это не будет работать так эффективно на фаленопсисах. Кстати, это очень универсальное удобрение, подконка, стимулятор и регулятор роста. То есть, несколько таких свойств в одном флаконе. Посмотрите, необходимо стимулировать появление лиси, будут вам лисия. Для этого полива вам потребуется взять обычную перекись водорода 3%. Потребуется всего лишь столовая ложка. Йода буквально потребуется 2 капли с пипетка 5%. Это обычный привычный процент. Но запомните, именно с пипетки не на глаз. Ведь дозировка йода не переносит передозировки. Поэтому очень осторожно, для того, чтобы не было попросту ожога корневой. 2 капли – отличная дозировка, микропропорции точная. Далее, обычная лимонная кислота пищевая кулинарная в порошке. 2 грамма – это менее, чем пол чайной ложки без горки, без верха. Или же лимонную кислоту можно заменить на свежевыжатый лимонный сок. Но учтите, и лимонная кислота, и лимонный сок по себе – это что-то очень схожее, но не является идентичным. Потому что лимонная кислота – это чистая лимонная кислота, без, скажем так, добавок. А лимонный сок все-таки обладает еще дополнительным кладезем пользы в виде витаминов. Поэтому и то, и то хорошо, но можно чередовать между собой, для того, чтобы рацион был полноценным. А если вместо перекиси водорода добавить борную кислоту, то есть борная кислота плюс йод в подкисленной воде, то получим уже второй вариант рецепта. Я беру борную кислоту обычную, аптечную. Форма выпуска не влияет на результат, главное – дозировка. Если аптечная, то одна пропорция, если специализированная, можно больше. Или же в жидком виде тогда тоже две капли по аналогии с йодом. Для того, чтобы начать замечать такие первые результаты успешной ренимации орхидеи, вам необходимо попробовать. Старт курса зависит от изначального состояния орхидеи. Даже после наступления первых результатов, для того, чтобы закрепить вот такие активные корни, новые листья на орхидеях, обязательно повторяйте кратные обработки. В таком случае корни на ваших орхидеях никогда не перестанут расти. Орхидеи, когда выздоровеют, обязательно-то цветут. Вот, посмотрите на эти корни. Это практически полностью уже здоровое растение, готовое к цветению. Но сейчас, пока для нее это даже не первостепенное, сейчас самое главное – обзавестись хорошим объемом корневой системы. И потом, после лечения, уже свести со спокойной совестью, с чистой. Я всегда рекомендую использовать этот полив. В частности, в основном по листу, но обработка корневая тоже показана и принесет пользу. Главное, не тяните с поливом. Готовьте уже сейчас. Ведь в самые осенние пора – разгар появления новых цветоносов. А значит, здоровые экземпляры выпустят новые цветоносы. А больные орхидеи смогут выздороветь для того, чтобы быть полностью усиленным иммунитетом канон зимы. Попробуйте поливать так.